Для успеха в бизнесе, в сетевом, хорошо бы, а на самом деле очень важно понимать, не просто хорошо бы понимать, а очень важно понимать, каковы люди вообще, как они себя ведут. Тогда многие вопросы, связанные с тем, что почему человек не работает, или почему у меня так плохо строится организация, отпадут. И я вспоминаю в связи с этим историю, которую я прочитал у академика Норбекова. У него есть масса книжек, и одну из книжек, вот я помню, я читал, по-моему, это «Опыт дурака» или «Как избавиться от очков» есть такая книжка у него. И там он рассказывает историю о том, каким образом он пытался исцелить безнадежно больных людей. Ну, кто не знает, я напомню, академик Норбеков, это такой известный в нашей стране, и не только человек, который совершил над собой достаточно героические усилия, и просто свое здоровье привел в очень хорошее состояние, будучи обреченным. И у него есть целая школа, и целое направление, это целая большая система бизнеса, не об этом речь сейчас, но я лично считаю, что это известный, талантливый, способный и очень продуктивный, деятельный человек. И вот этот академик Норбеков пишет в своей книжке, что он совершенно точно на основе статистики медицинской, свидетельств многочисленных, доказал врачам традиционным, что он может исцелить людей своей методикой на любой стадии заболевания. Ну, в частности, он говорит там о известном страшном заболевании, которое является чумой человечества, по сути дела. Ну, я так думаю, он не говорит, что это рак, но я думаю, что это рак. И он, значит, приводит такую историю, что он договорился в одном большом городе с местным медицинским начальством, что ему дадут возможность попробовать спасти обреченных людей, подверженных этому заболеванию, от которых врачи уже, собственно, отказались. Им уже терять, собственно, нечего, ничего, абсолютно ничего. И, значит, он говорит, давайте попробуем. Трудно, я понимаю, было убедить начальство медицинское, но он это сделал. Короче говоря, разослали всем специальное письмо, всем, кто стоит на учете, а это сотни человек, и сказали, что у вас вот заболевание, что то все. И существует методика, которая дает реальный шанс вам исцелиться, быть здоровым, еще долгие-долгие годы жить. В противном случае, вы знаете, что у вас дело плохо. Может быть, это не рак, не знаю. Ну, в общем, я думаю, что это рак. Да. И назначили день. Он говорит, я снял со своей командой зал небольшой, чтобы там встретить этих людей и оповестить их о методике. И потом договориться о дальнейших действиях. И за полчаса до начала приехали медицинские начальники. И, увидев размеры зала, страшно возбудились, огорчились, расстроились. И говорят, как, что вы натворили? Вы несете полную ответственность за то, что здесь может случиться. Потому что вы призвали людей, у которых реальный шанс спастись, значит, исцелиться. И эту ногу, которую они уже занесли над пропастью, над смертью, оттуда убрать. А вы такой, зал, тут будет столпотворение, не подавят друг друга, да они еще пойдут с родственниками. Вы что? И он говорит, мне потребовалось много усилий, чтобы доказать, что придет немного народу. И действительно, в однозначенное время пришло, ну, в десятки раз меньше ожидаемого числа. И тогда эти врачи были страшно поражены. А академик Норбеков уже знает, о чем идет речь. Знает, каковы люди, какие поступки, как они парадоксально ведут себя. Короче говоря, разослали еще одно письмо, еще более такое мотивационное. И, наконец, наступило время, и вот собрались, и пришло. Я не помню цифр, я точно не помню цифр, не собираюсь их вспоминать. Но пришло количество людей далеко-далеко от того, которое ожидалось. Ну, допустим, пришло там где-то человек 100, наверное, да? 100. И вот теперь, он говорит, в мою задачу входило их отсеять. Оставить только тех, которые действительно готовы были бороться за свою жизнь. Которые готовы были вцепиться в этот шанс. Которые готовы были принять условия и начать действовать. Не книжечки почитывать, понимая, что с каждым днем дни, отведенные на жизнь, заканчиваются. И ничего не предпринимать, а действовать. Таких людей оказалось не очень много. Ну, и как надо было их определить? Ну, во-первых, он говорит, первое, что мы сделали, мы сделали вид, что академик Норбеков, этот известный академик, эта медицинская величина, светила, задерживается. Объявили, что задерживается, там 10-15 минут придется подождать. Вы бы видели, вы бы видели, говорит он, какие недовольные лица, возгласы, как же так, мы пришли, наше драгоценное время. А он опаздывает. Этих людей надо было отсеять. Как будто у них есть нечто более важное. Смерть на носу. Они это понимают. А ведут себя по-прежнему, как обыкновенные люди, как все мы ведем себя. Дальше. Дальше, когда, значит, сделали вид, что я явился, я вышел, начал выступать перед ними, говорил, что это потребует усилий, что это будет трудно, что это будет серьезно, что это будет непросто. Мало желающих, оказалось, которые готовы были бы пахать и трудиться ради своей жизни. А когда я объявил, что это платно, и что придется заплатить сейчас билет, купить билет стоимостью в две банки сгущенки, ну, предела недовольства и разочарований просто не было. Некоторые раздраженно вставали, хлопали дверями, креслами, значит, гневно бросали в лицо обвинения в шарлатанстве, в стремлении нажиться и так далее, и так далее. И Осталось совсем мало людей. Осталось совсем мало людей. 26 человек. Мы, говорит, мурыжили их, мурыжили, и, наконец, осталось только 26 человек. И с ними-то мы и начали занятие. Потребовалось год усилий. Что они там делали, может быть, это был не рак, не имеет значения, но ровно через год мы в этом городе запросили данные на тех всех людей, которые должны были участвовать вот в этом вот эксперименте. И нам выдали цифры, что в живых осталось только 26 человек. И эти 26 человек, это были те, которые месяц за месяцем ходили на занятия, делали рекомендованные упражнения, что-то там еще делали, процедуры и так далее. Остальные все умерли. Просто ушли в небытие. Послушайте, это собственная жизнь. Если вы когда-нибудь видели человека, обреченного болезнью на смерть, видели его глаза, то вы понимаете страх, нежелание смириться, обида, готовность хвататься за любую соломину. Вот вам картина, которая открытым текстом рисует, как и вы люди. Если человек не готов пахать, делать все, что угодно, чтобы остаться жить, то представьте, какова готовность людей пахать, делать все, что угодно, чтобы преуспеть в выбранном ими деле, в бизнесе, например, сетевом. Таковы люди. Поэтому, таковы люди. Поэтому я вас предупреждаю. Люди, существа странные. Мы, ребята, непредсказуемые и парадоксальные. И поэтому у нас есть абсолютно полное основание верить в то, что мы преуспеем, если мы будем понимать, каковы люди, и если мы будем тщательнейшим образом работать над тем, чтобы найти тех, кому это надо. Кто готов остаться не просто жить, а преуспевать. Действовать мало кто хочет. Но если вы найдете 5-10 толковых людей, все, вы сделали себе бизнес навсегда. У нас великий бизнес. Но люди таковы, их надо перебирать. Много людей перебрать надо. Искать, действовать, и мы победим. Мы обязательно преуспеем. Пелаю вам удачи. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам. Понятно? Просите, и дано будет вам удачи.